Хоккейный матч состоялся на ледовой арене в Томилине. В первом туре нового сезона Люберецкой хоккейной лиги Московской области Люберецкий каток встретился с командой из Дмитрова с одноименным названием. За игрой наблюдали мои коллеги. На льду пожарные, медики, полицейские и сотрудники администрации. Игрок команды каток Дмитрий Баранов вне ледовой арены, начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Люберецкого округа. Тренируется два раза в неделю. Мечта детства интересная в детстве была. Не соврать бы, наверное, два с половиной года я снова встал на коньки. И вот прямо до настоящего момента. И надеюсь теперь долго до глубокой старости, чтобы здоровье позволило. Когда придумывали название Люберецкой команде, спортсмены вдохновились прозвищем «Красная машина». Так на международной арене называли советских спортсменов. А мы будем соответствовать. Не можем назваться «Красной машиной», потому что мы на международной арене не играем. Мы назвали команду «Каток», которая тоже будет соответствовать этому названию. Раскатаем всех. В первом и втором периодах «Каток» отправил четыре шайбы в ворота соперников. В третьем тайме команда из Дмитриева ответила люберецким спортсменам и забила две шайбы. Приехали поиграть, не побиться. Просто поиграть ради… Игра есть игра, но удовольствие от игры все равно от получим. Соперники, ну такие же, как и мы, но что-то у них не получается, что-то у нас не получается. Будем стремиться работать. Стараемся забить. А может и выиграть. «Каток» вырвался вперед и победил со счетом 6-2, но люберецкие хоккеисты не расслабляются. Уже 21 октября состоится матч с командой из Ивантеевки. Сезон завершится в начале 2022 года. За кубок будут бороться восемь команд. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.